Всем привет! Если вы хоть раз сталкивались с контекстной рекламой, то наверняка знаете, что далеко не всегда инструменты внутри системы могут приносить пользу. Иногда наоборот, они даже вредят. Так, например, показы по синонимам в Яндекс.Директе могут съесть половину вашего бюджета и ухудшить в целом компанию по сети Ару. А также вы можете просто не окупить свою компанию. А вот отключить синонимичные показы на уровне компании в Директе невозможно. Если вы столкнулись с такой же проблемой, тогда меня зовут Алена Полюхович, и сегодня мы рассмотрим, как избежать синонимичных показов в Яндекс.Директе. Яндекс.Директ предоставил показы по синонимам еще в 2016 году. С тех пор система автоматизировала автоматически может показывать вашу рекламу на похожие запросы пользователей. Так, например, если вы задаете ключевое слово получить справку для ГИБДД, ваша реклама может быть показана на запрос пользователя получить справку для ГАИ. Или же, если вы хотите показать рекламу на запрос шланги для полива, ваша реклама может быть показана пользователю, который задал такой запрос, как поливочные шланги. Как заявлял сам Яндекс, данное обновление призвано помочь пользователям Яндекса получать наиболее релевантные ответы на свои вопросы. В ту же самую очередь, оно также помогает рекламодателям не упускать показы своей рекламы по ключам, которые имеют тот же самый смысл, который вы задали в своих рекламных кампаниях. Ну а также оно должно было облегчить начинающим рекламодателям показ своей рекламы. То есть тем рекламодателям, которые еще не до конца разобрались в том, как работают ключевые слова, как работают минус-слова и, к сожалению, еще не успели сделать, проработать полный список минус-слов. Но нужно знать о двух очень важных нюансах работы данной системы. Во-первых, отключить пока синонимов на уровне кампании невозможно. Это означает, что хотите вы того или нет, ваши рекламные объявления будут показываться в принудительном порядке на синонимичные запросы. Во-вторых, вы должны понимать, что если вы плохо проработали базу синонимов ключевым словам, то в результате рано или поздно CTR вашей кампании будет падать, количество нецелевых запросов будет расти, ну и соответственно ваша реклама будет плохо окупаться. Поэтому не жалейте времени и очень тщательно прорабатывайте базу минус-слов перед запуском вашей кампании в Директе. Иногда во время работы с клиентом вы можете в отчете заметить, что резко падает CTR, причем по брендовым запросам. А все потому, что Яндекс Директ включает синонимичный показ рекламы на синонимы. И иногда он может подбирать синонимы даже к брендовому названию, то есть, например, к названию магазина. И, соответственно, реклама показывается на нерелевантные запросы, кликабельность падает, но при этом огромная львиная доля бюджета просто улетучивается вмиг. Ну и, соответственно, мы можем заметить, как все показатели упали, а реклама совершенно не окупается. Как пишет сам Яндекс, для того, чтобы отключить показы по нерелевантным ключевым словам для рекламодателя, необходимо очень тщательно проработать базу минус-слов, подумать над минусами и добавить их в кампанию. Но что же делать, если конкретно сейчас у вас совершенно нет времени прорабатывать настолько точно базу минус-слов, а реклама должна идти? У меня есть ответ на этот вопрос. Одним из решений данной проблемы является использование оператора восклицательного знака для закрепления слова в конкретной словоформе. Таким образом, система будет вести показы по конкретному слову в закрепленной словоформе без всяких синонимов. Однако здесь нужно учитывать один такой маленький нюансик. Если вы закрепляете конкретное слово в конкретной словоформе оператором восклицательного знака и при этом вы забудете проработать все возможные варианты данной словоформы, то в таком случае вы рискуете не показываться по другим запросам. Приведу пример. Например, если вы закрепляете слово комплект восклицательным знаком, то есть фраза комплект постельного белья и перед словом комплект у вас стоит восклицательный знак, но при этом вы не добавляете в кампанию такое ключевое слово, как комплекты постельного белья, соответственно тоже закрепив словоформу комплекты восклицательным знаком, то в таком случае вашу рекламу не увидит пользователь, который ищет не один комплект, а вот именно так и вбивает комплекты постельного белья. Так что обязательно вот этот вот нюанс нужно учитывать. Такое решение проблемы помогает быстро стабилизировать CTR на прежнем уровне, вернуть огромное количество ненужных расходов, то есть прекратить их и вы можете дальше анализировать свою компанию как ни в чем не бывало. Конечно же это временная мера, но это такой экстренный и быстрый лайфхак для вас, если вы заметили, что CTR очень сильно и резко упал и бюджеты съедаются, а вот как бы реклама ведется совсем по нецелевому трафику. Будьте уверены в том, что бюджет рекламной кампании будет расходоваться только по целевым запросам. Дайте знать, если вам понадобился этот данный урок, вы нашли что-то, узнали что-то новенькое, поддерживайте нас своими лайками на youtube канале, подпиской, также не забывайте нажимать на значок колокольчика, подписываться на наши аудио подкасты, вступать в нашу телеграм-группу и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok